Редколлегия жажды всегда собиралась в этом кафе. Сегодня, как жаждущие, собрались в последний раз. Уникальный в Орловской области молодежный проект приостановил свою работу. Проект уже перешел в другую стадию. То есть он требует постоянного туда вложения стабильного, либо бесплатной силы человеческой, либо финансовых вложений, чтобы эту силу купать. Идея создания каталога мероприятий и отчетов их проведения возникла у Ольги два года назад. Познакомившись в Твиттере с программистом Александром Зыбиным, она смогла воплотить идею в жизнь. На общественных началах они модерировали все грядущее в Орле и делали анонсы. Со временем к ним присоединились единомышленники. Они сделали, прежде всего, себя. Они делали не проект, они были частью этого проекта, но они работали на себя. И они перепреобразовались за это время. И точно так же я за это время преобразовался, набрался какого-то опыта. Более удобного сайта, в котором можно без труда отыскать интересное событие, в Орле доселе не было. Ольга с доброй грустью говорит, нужно вовремя сказать себе «стоп». Тем не менее, она уверена, сегодня молодежные инициативы в стране поддерживаются лучше, нежели два года назад, когда зарождалась жажда. Мы, допустим, благодаря нашему правительству Орловской области и губернатору Вадиму Владимировичу Потомскому, который является молодым энергичным человеком, молодежь наша воспрела духом. Она сейчас чувствует поддержку, она чувствует его доверие, она чувствует его отношение к молодежи. Поэтому сейчас, я думаю, вот даже с этого года это стало очень заметно. В этом году настоящим хедлайнером среди молодежных инициатив региона по-прежнему остается Центр своевременного искусства. Организаторы выиграли грант от губернатора. Свои площади для раскрытия творческого потенциала молодежи они расширили в буквальном смысле. Проводятся кинопоказы, обучающие фильмы, просто классики кинематографа, просто игры, когда люди собираются и настроенные игры, какие-то играют, общаются. Есть много очень концертов проводится. Сам Денис был весьма удивлен закрытию жажды. Однако после опубликования прощального поста Ольге Ермолаевой стали звонить покупатели. А значит, жажда может продолжить свое существование. Как говорит автор проекта, расставаться с детищем не жаль. Два года она работала для других, теперь будет работать для себя. Виктория Юркова, Алиса Мельянченко, Олег Фомин, Константин Тимиргалеев. Телеканал Первый областной.